Приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Мой гость сегодня Александр Мусьенко, военный эксперт. Александр, рада вас приветствовать. Приветствую вас. Александр, безусловно, тема саммита НАТО – топ тема дня. Мы также о ней поговорим сегодня, о военном аспекте, о военном блоке. Но перед этим хочу с вами обсудить ситуацию по всем линиям фронта. Начнем с бахмутского направления. Эпицентром событий практически является село Ключевка. Накануне в телеграм-каналах сообщалось, что украинским военным удалось закрепиться в ее пределах. Однако уже позже появилась информация о российских контратаках в этом направлении. Что вам известно о ситуации там? Ситуация следующая. Украинские войска продолжают движение с целью установления контроля за флангами вокруг бахмута. И фактически мы видим с тех видео, которые есть, которые публикуются командующим сухопутных войск Украины, генералом Сырским. Видно, что уже наносятся удары непосредственно по бахмуту, по позициям российских войск в бахмуте. Что означает, в принципе, что действительно украинская артиллерия и минометы все ближе непосредственно. И это означает, что кольцо постепенно-постепенно будет смыкаться вокруг российских войск. То есть украинские войска выполняют сейчас задачу по установлению огневого контроля за самим бахмутом, плюс окружение российской группировки войск и блокирование логистики труда. В этом есть определенные успехи. Российские войска получили серьезный удар, когда их отправили в нокдаун. Они сейчас немножко, скажем так, оправились от этого, перебрасывают дополнительные силы и резервы, но переломить в целом ситуацию не могут. То есть понятно, что это приостанавливает продвижение украинских войск, но в целом задача ясна и она выполняется нашими силами. То есть я думаю, что мы выполним гораздо эффективнее то, что хотела сделать Россия против нас, российские войска, то есть окружить украинскую группировку войск в бахмуте. Им это не удалось. Плюс, в принципе, им не удалось пойти дальше. Они же говорили, что они пойдут на Днепр, но они как бы и на час в яр не вышли. Поэтому, собственно говоря, то, что происходит, я думаю, что все-таки у нас есть основания ожидать, что эта операция украинских сил, она закончится успешно в результате. То есть бахмут будет освобожден полноценно украинскими войсками. Плюс, я думаю, не только бахмут в перспективе, но вокруг лежащие и находящиеся населенные пункты. В продолжение темы бахмута о других направлениях мы поговорим с вами, Александр, есть информация о перемещении кадыровцев под бахмут, потому что Атэш писала, что кадыровцы были разбиты на окраинах города-руины бахмут, десятки убитых и раненых. Они бегут с позиции не хуже многих мобиков. Я не знаю, почему так многие обеспокоены в медийном пространстве и судьбой кадыровцу. Я думаю, что после того, как они стояли в пробке и так спешили Чипи даем на помощь, тогда, значит, Путину выручить его от этого переворота Пригожина, что так и не доехали. Вот они так и остались в пробке. Вот их нужно называть пробки стоящие. То есть на самом деле я вам скажу так, что по этой теме не нужно беспокоиться, поскольку кадыровские подразделения, они не вносят чего-то такого на поля сражения, что, скажем так, меняет как-то резко боевую обстановку. Даже там, где они появляются, я вам должен сказать, что ничего кардинальным образом не меняется. Поэтому то, что там находятся подразделения, которые, кстати говоря, находятся часто не в районах активного ведения боевых действий, а в ближнем тылу, который контролирует, экономически выполняет роль заградотрядов. И об этом есть свидетельство, я вам могу сказать, например, по направлению на юг от Великой Новоселки, где ведут наши войска наступательные действия, либо Авдеевка. Есть свидетельство о том, что российские фактические войска и российские командиры, они приказывают в том числе либо брать фактически, либо бросать на ямы, что они называют, либо вполне серьезно говорят о том, что если вы не наступаете, а отходите назад, то будем вас накрывать огнем. Но абсолютно недвусмысленные заявления делаются. Вот и функция, в том числе и кадыровских подразделений. На поле боя, скажем так, какие-то результаты это не приносит. То есть это никак не меняет характер боевых действий. Я могу сказать, что по определенным направлениям те же «Шторм-Зет» подразделения, они воюют лучше. Ну то есть «Шторм-Зет» — это именно обороновские, которые набраны из ЗЭКов. Там действительно их там более или менее как-то подготовили, хотя и много из них в плен сдается. Но тем не менее. Поэтому будут они, не будут, это на ход боевых действий не влияет. Говорят, что в «Шторм-Зет» также уходят и вагнеровцы. То есть они также вступили, подписали контракт с Минобороны. Частично. Частично, да. Частично, но не все. Частично есть. Но я хочу напомнить, что «Шторм-Зет» — это немного отдельная история. Скажем так, это все более подконтрольные Минобороны. То есть как у них это происходит? Они присылали также своих вербовщиков по колониям на территории России. Эти вербовщики идут, проходят, предлагают тем, значит, кто готов подписывать контракт. Они подписывают контракт, отправляются, потом их там, значит, пересылают по различным направлениям. Потом на две недели учебка, в лучшем случае. И, соответственно, подразделения потом их делать, делят их роты штурмовые на взводы. Штурмовые взводы, взводы там поддержки, разведки и так далее. То есть пытаются их обустроить как-то более или менее на военные подразделения. И вот пошло. Но сейчас у них монополия фактически для работы по исправительным учреждениям, по тюрьмам. Работают только вот именно эти подразделения. Ну, в то же время, вы, наверное, уже ознакомились с приказом Путина, который поручил найти замену Пригожину. Найти человека, который будет искать оборонные контракты, вербовать людей и так далее и тому подобное. То есть работают в своем направлении. Александр, какова ситуация на Южном фронте? Имеется в виду Запорожское и Херсонское направления. Была информация, те же оккупационные власти в Запорожье утверждали, что наши вооруженные силы начали новую волну с применения тяжелой техники. Если мы посмотрим на Юги, ситуация следующая. Выполняется задача по вклиниванию в линию обороны врага, в линию обороны российских войск. С целью закрепления на этих плацдармах, ну и, скажем так, с подкреплением, с обеспечением больше поддержки техника и резерву в будущем, продвигаться и фактически проломить и пробить эту линию обороны российских войск. Это самое важное. Сейчас это контрнаступление, если мы говорим, это уничтожение первой линии обороны противника, потому что дальше идет оперативное пространство. Почему настолько отчаянно российские войска ведут сопротивление? Ну потому что... И почему, кстати говоря, на первых линиях у них находятся лучшие подразделения, которые у них сейчас, которые они могли собрать с резерву. Они тоже воюют на, скажем так, сверхмощном режиме того, что они могли собрать. То есть у них на самом деле сейчас они воюют силами тех резервов, которые находились на оккупированной части территории Украины. Какого-то подвоза людей массированного не наблюдается с территории России. Поэтому вот этих людей... И почему такое сопротивление? Ну есть понимание, что как только украинские войска фактически уничтожают первую линию обороны, обеспечивают плацдарм, коридоры фактически, по которым будет проведена соответствующая работа саперов, и они будут разминированы, и по этим коридорам могут пройти танки, другая бронированная техника, и зайти артиллерия еще ближе, это означает, что мы точно будем уничтожать железнодорожное сообщение. То есть блокировать его между разными частями оккупированных территорий, где мы можем достать, устанавливать контроль, плюс доставать еще больше теми огневыми мощностями, которые у нас есть, в частности артиллерийскими, по уже второй линии обороны. И плюс создавать достаточно серьезные проблемы с логистикой. Поэтому идет такое сейчас сопротивление отчаянное российских войск в районе Мелитопольского, Небердянского, скажем так, в линии наступлений украинских. И, собственно говоря, с этим связаны, ну скажем так, и, возможно, как кому-то показалось, какое-то промедление в наступлении. Хотя его нет. Я могу сказать, что, зная, как там происходят боевые действия, я могу сказать, что ситуация следующая. Вот российские войска создали, например, там, ну возьмем, село Нескучное, южнее Великой Новоселки. Они создали там укрепрайончик такой себе. Я не могу назвать это полноценным все-таки, но укрепрайончик укрепились в школе. Где же еще они могут укрепиться? В помещении школы бывших. Нынешние просто там в связи с войной не могут дети обучаться. Так вот, их необходимо было оттуда фактически выпить, уничтожить. И это происходило 2-3 дня бои. Но это освобожденный населенный пункт, который дал возможность пройти дальше нашим силам, там, южнее, в районе Макаровки и так далее. Закрепиться на определенных рубежах. Российские войска идут в контратаке. Пытаются атаковать нас, ну, то есть пытаются выбить с каких-то закрепленных позиций. Мы, соответственно, идем опять же таки, выбиваем их и продвигаемся далее, создаем плацдарвы. И вот сейчас такая идет борьба постоянно. Но у наших сил есть определенный успех. И мы закрепились на позиции, откуда будет, я думаю, обеспечиваться и дальнейшее продвижение. Просто на это необходимо еще время, потому что борьба действительно довольно-таки упорная. Ну, а если посмотреть по карте, то в СССР освободили сначала наступление больше территории, чем Российская Федерация захватила с января. О чем вам это говорит? Это говорит о том, что мы лучше ведем наступательные действия. Даже несмотря на то, что, скажем так, сейчас привлекаем и меньшие силы, нежели привлекала Россия к своему наступлению. И мы это видим. То есть мы сумели переломить ситуацию, не дать России провести успешные наступательные действия, которые выражались бы в том, что они уничтожили бы наши боеспособные резервы или уменьшили нашу боеспособность, либо захватили территорию, например, всю Донецкую область. Им это не удалось и не удастся уже. Поэтому, а сейчас мы переходим в наступательные действия меньшими силами, аккуратно, шаг за шагом и уже имеем успехи. Поэтому я думаю, что этот успех будет развиваться. С наступательных действий перенесем в Савильнюс. Перед началом нашего интервью, перед записью, мы с вами немножко пообщались, Александр, и вы сказали, что у вас ожидания были совсем другие. А чего вы ожидали от саммита НАТО в Вильнюсе? Я ожидал признания заслуг украинской армии, которая на сегодняшний день демонстрирует, не будучи в НАТО, не будучи членом Альянса полноценного, да, получая помощь от наших партнеров из Запада, да, получая необходимое вооружение, наверное, в меньших объемах, нежели нам необходимо. Мы это понимаем, и об этом говорил и главнокомандующий вооруженных сил Украины, генерал Заложный, заявляли и представители власти, и президент Зеленский, что необходимо больше. Ждем самолетов, ждем других, но мы показываем достаточно серьезный результат. Наши войска не боятся войск противника, не боятся России, общество не боится, и поэтому у меня не совсем присутствует понимание, чего же боятся некоторые члены НАТО. Я откровенно не понимаю, а чего же боятся. Кстати, что интересно, я перед этим саммитом, вот так скажем, прошелся по всей доступной социологии, которую только смог найти. Евробарометр, другие там социологические компании, которые проводили исследования, у людей просто спрашивали, Франции, Германии, в разных странах поддерживаете ли Украину. Большинство критически относится к России и считает ее потенциальным противником, по понятным причинам, и поддерживает членство Украины в НАТО. И этот перевес есть. Если раньше, там несколько лет назад еще, там можно сказать, что где-то в Германии, во Франции было 50 на 50, либо даже перевес то, чтобы против членства Украины в НАТО. Сейчас ситуация поменялась. Люди пошли впереди политиков. Это означает, что определенные европейские элиты, они не успевают, или западные, они не успевают за своим обществом, которое гораздо прогрессивнее, которое видит дальше и понимает, что Украина заслужила более ясных перспектив и действительно вступление в альянс. Я сейчас скажу, чего заслужила. Я вот не так давно был опрос Deutsche Welle, они проводили в Берлине, в столице Германии. И просто подходили, это не репрезентативно, понятно, но просто подходили к людям и спрашивали. Молодежь, 90% людей ответили, что не видят Украину в НАТО. Украина этого заслужила. Украина своей волей к борьбе за те ценности европейские и западные, за которые мы боремся и к которым мы стремимся и все равно будем стремиться. Какое бы решение альянса не было, потому что это наш цивилизационный выбор и этого хочет украинский народ. Так вот, видно, что молодежь немецкая за это. Ситуация поменялась. Она поменялась. И мне кажется, что политики, которые этого не понимают, что те политики, которые до сих пор живут в парадигме холодной войны, когда с одной стороны большой советский блок со странами Варшавского договора, с другой стороны НАТО и все, они должны осознать, Россия далеко не Советский Союз по объему, масштабам и возможностям. А у НАТО гораздо больше сил, тем более с Украиной. Но для того, чтобы усилиться, Украина просто необходима. А теперь к тому, какие решения. На самом деле решения, которые ожидались и которые, я считаю, были бы правильные и честные по отношению к Украине, их необходимо было сформулировать так. Первое. Украина, члены НАТО подтверждают, что Украина станет членом Альянса без механизма плана действий по членству, который упраздняется в момент окончания активных боевых действий. Как зафиксировать момент окончания активных боевых действий? Это уже детали, над которыми, которые можно проработать. Но это, почему я говорю окончание активных боевых действий? Что это означает? Любое перемирие, любое затище, даже ситуативное, активная фаза войны уменьшается. Мы входим в фазу, например, обмена какими-то обстрелами редкими, артиллерийскими дуэлями и так далее. Но это уже не та фаза active warfare или active battle, что можно сказать. Совсем другое. Это первый момент. Второй момент. На пути, фактически, к Альянсу НАТО не будет ставить дополнительных условий, помимо тех, которые предусмотрены уставом. И, ну, опять же, таких, каких-то дополнительных условий и ПДЧ в Украине не предусмотрено. Третий. НАТО не будет возражать против того, чтобы отдельные участники Альянса действовали, скажем, в одностороннем порядке касательно предоставления Украине дополнительных гарантий безопасности на договорных условиях, как угодно. Ну, собственно говоря, три формулировки, которые необходимы были. И я считаю, что это было бы правильно и это было бы справедливо. А что касается того, что мы получили, не все так плохо. НАТО же не отказало в Украине в членстве. В членстве подтверждено. Механизмы достижения решений. Вот это важный момент. А механизмы достижения решений, к сожалению, демонстрируют, что некоторые страны-члены Альянса продолжают думать. Когда необходимо действовать, вот в политике как? Есть Генри Киссинджер, к нему можно по-разному относиться. Я вам сейчас покажу. Есть у него такая книга. Книжки есть. Лидершип. Да, вот лидерство Киссинджера. Да. Там он хорошо описывает, какими качествами, на примерах разных мировых лидеров, какими качествами должен обладать политик-лидер. И решительность одно из качеств. То есть помню, я другое интервью читал у Киссинджера в «Экономисте», и он как-то говорил о воспоминании о своей встрече с Мао Цзэдуном в Китае. Они с Никсоном приехали, и он говорит, и мы там начали обсуждать вопросы, вот параметры взаимоотношений, как экономика будет. На что товарищ Мао ответил, с этими вопросами к Джоу Энлайу, председателю Совета Министров. «Я философ», он решает, с этими вопросами к нему. Так вот, мы исходим из того, что есть место философии, а есть место необходимости принятия быстрых решений. Это не значит, что они не взвешены, но они должны быть быстрыми. И вот этого сейчас, как мне кажется, вот этого лидерства у некоторых глав государств, членов НАТО, не хватает. Вот, собственно говоря, что я могу сказать. А в дальнейшем мы будем работать, все равно будем укреплять сотрудничество, военная помощь Украине не прекратится, оружие будет идти, будем работать, будем убеждать, будем, опять же таки, приводить примеры лидерства нашим друзьями, партнерам. Поэтому все остается так же, но хотелось бы, конечно, больше. Президент Зеленский сказал, результаты хорошие, но были бы идеальны, если бы продвинулись дальше. Владимир Зеленский изначально так немножко жестко отреагировал, в чем я его лично прекрасно понимаю и, наверное, у меня такая же была бы реакция. Александр, парадокс в том, что заблокировали вступы Украины в НАТО, страны, которые наибольше всего помогают нам в военном плане. Это Германия и Соединенные Штаты Америки. Это политические уже моменты, потому что, если вглубиться в историю той же Германии, США, то они за сотрудничество с Российской Федерацией, поэтому им это не выгодно. они, я думаю, что это политические моменты, конечно, но я вам хочу сказать, что мне кажется, что США не совсем правильно оценивают уровень угроз мировых. При всем том, что у них работают замечательные аналитические службы, профессионалы, я к чему веду? Они ставят приоритет угроз Китая, который, а я не согласен, я думаю, что на сегодняшний день главная угроза основная это Россия мировой безопасности, это не Китай, поэтому должна быть приоритизация. И те, кто думает, что каким-то образом Россия нужна и необходима будет для того, чтобы сдерживать Китай и для того, чтобы как плацдарм для будущих, скажем так, угроз непосредственно Китаю, это ошибочно, потому что думать всерьез о том, что в сухопутной войне потенциальной с Китаем где-то на просторах Тайги можно будет одержать победу, но тоже сомнительно. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день Китай точно себя так не ведет, как Россия, безответственно, агрессивно на международной арене, и Китай не угрожает никому ядерным оружием. Китай, да, там были, когда летела Нэнси Пелоси на Тайвань были там заявления о Си Цзиньпине, в том числе о ядерном оружии, да, был, но не так же, то есть нету вот этой, у них же нету, кто там, у Си Цзиньпиня, Медведев свой придворный, нету таких. То есть как-то, ну, китайской традиции, кстати, не принято было шутов заводить придворных. и в российской, кстати, тоже, это вот Путин с Медведевым решили так вот как-то поиграться. Поэтому, мне кажется, что основное это определение степени угроз, их приоритетности, уже дальнейшие действия. Необходимо понимать, что Россия это угроза, но Россия это не та угроза, которую стоит бояться и стоять на месте. Это та угроза, по которой необходимо принимать соответствующие решения. Вот и все. И решение, ну, вот Украина демонстрирует решение, мы противостоим российской агрессии. Показали пример. Серьезный пример. Давайте действовать сообща. Сколько необходимо было времени, чтобы понять, что система прогнила в России, что король там так голый, они там встречаются с Пригожиным, у них там все нормально, разводят как лоху, извините, что называется, там население и так далее. Все хорошо. Но система это прогнила, это показал Пригожинский. Поэтому, мне кажется, что наоборот, сейчас время решительных действий. Осторожничать, боясь спровоцировать какую-то эскалацию, так эскалацию уже получили. То есть, да, НАТО все время пыталась действовать осторожно с Россией. Это все на самом деле неправда, что НАТО готовило там агрессию и так далее. НАТО, США, я хочу напомнить, середина 2000-х годов выводила американские войска из Европы и уменьшала военное присутствие, так как уменьшение военного присутствия с целью дальнейшей войны против России не вяжется. Поэтому, пока что так, а в дальнейшем, конечно, посмотрим, сотрудничать будем, укреплять отношения будем, все равно это наш цивилизационный выбор, но, тем не менее, оценивать ситуацию правильно, без каких-то иллюзий и говорить об этом откровенно нашим партнерам, я думаю, мы заслужили хотя бы потому, что украинский народ находится в авангарде этой борьбы. После первого дня саммита в НАТО вышла общая коммунике из 90 пунктов и один из пунктов, в котором указывается, что НАТО призывает осудить действия Российской Федерации, чтобы Китай осудил действия Российской Федерации. Это сигнал, это имеет всего лишь подобный, такой декларативный характер, либо вот это может в будущем к чему-то произвести каким-то более серьезным действием со стороны Китая, если уже обращается 31 страна НАТО к Китаю. Ну, это действительно призыв, что это призыв Китая, что вы должны занять сторону, ну, скажем так, в принципе, сторону международного права. Это, кстати, правильный призыв, потому что Китай традиционно, что они же выступают китайская власть официальная за то, чтобы соответствовать уставу ООН и нормам международного права. А сейчас понятно, что есть агрессор, есть жертва агрессии. И тут понятно, по-моему, на чьей стороне, согласно нормам международного права, необходимо быть на стороне Украины. Это очевидно. И, собственно, есть такой призыв. Я думаю, что тут как раз абсолютно правильно, потому что Китай не использовал еще всего того инструментария, который есть, для того, чтобы повлиять на Россию. Но, с другой стороны, Китай устраивает то, что происходит с Россией. Россия ослабевает, Россия ведет войну, Путин и кремьевские власти, они впадают в зависимость от Пекина. Они же отправляют делегации своих алюминиевых и так далее, стальных и тому подобное, искать рынки сбыта. Они не знают, что там делать. Это же необходимо было так интегрироваться в европейские и западные рынки, потом нахамить Европе всей, потом начать агрессию, чтобы потом думать, как с Китаем торговать, а не получается. Но Китай это все устраивает ослабевающая Россия. Поэтому Китай будет занимать такую не всегда однозначную позицию. То есть мы против войны, но вместе с тем не все так однозначно, может быть, и Россия. Для того, чтобы подыгрывать Кремлю, для того, что якобы они поддерживают их, а вы воюйте, воюйте, ослабевайте, ослабевайте, а мы будем в это время проводить определенные действия по Хейшенвэю или Владивостоку. Упоминает НАТО и Иран, также и Беларусь. Это может составлять угрозу для этих двух стран и остановит ли поставку со стороны Ирана в Россию беспилотников? Ну, я думаю, что сам факт признания нет. Тут необходимы действия. А действия могут быть следующие. Это уничтожение объектов, где это производится. Вот, собственно говоря, я на сегодняшний день не вижу каких-то других действий, каким образом это можно предотвратить. То есть, либо уничтожение непосредственно во время логистики, когда это все перевозится, либо во время, ну, скажем так, на стадии производства. Вот, что необходимо. Как мне кажется, это действенные аргументы. А, ну, признание потенциальной угрозы, ну, Иран, что Ирану привыкать входить в государство оси зла, которое называли, наряду с Северной Кореей и теперь и Россией. То есть, ну, это же не сдерживает, сам факт признания не сдерживает от сотрудничества. А Беларусь? Я, честно говоря, не понимаю, потому что Беларусь носить в уровень угроз, ну, уже будет 32 члена НАТО бояться Беларуси. Я, честно говоря, не понимаю, какая там угроза. Угроза России через Беларусь в том числе. Беларусь тут не суверенна в принятии своих решений. Принимает решение Россия, поставляющая Беларусь под удар размещает там ядерное оружие. Вот это угроза. А Беларусь сама по себе это не угроза. Без России Беларусь это не угроза. Ни они для НАТО, ни для Украины. А вот с Россией, когда Россия использует полной зависимости, вот это угроза, да, я согласен. Но это всеобщая российская угроза, которая действует в том числе, а Беларусь тут инструмент. По поводу того вооружения, которое согласовали и которое передадут нам от Германии, от Франции и от Соединенных Штатов Америки. Насколько по-вашему это может изменить ход событий по всем фронтам? Я думаю, что, ну, я скажу традиционно, когда это количество, 75 миллионов долларов от Германии, те же танки, другое вооружение, также заявлено о том, что будут обучать пилотов, скальп передают пакеты. Ну, мы будем продолжать контрнаступательные действия, это оружие нам необходимо, оно отыграет свою роль, обязательно. Второй момент, что касается непосредственно, ну, скажем так, важности и необходимости этой помощи, очевидно, я думаю, что мы все благодарны Украине, нашим партнерам, за то, что эта помощь идет, но важный момент, что нам, почему мы говорим все время, что необходимо наращивать, потому что мы ведем наступательные действия, когда мы ведем наступательные действия, любой учебник, который, в принципе, можно почитать по военной науке, если вы откроете, увидите, что наступление предусматривает возможность нанесения огневых ударов и поражений по силам противника на всю глубину линии обороны фронта, вот что нам необходимо достигать, именно поэтому мы говорим, что нам необходимо больше снарядов, боеприпасов, я думаю, что нам в этом помогут и кассетные снаряды, в том числе, будут эффективнее пробивать оборону противника, но и весь тот спектр вооружений, плюс мы должны понимать, что это демонстрация как раз того, что наши партнеры готовы компенсировать в том числе и ту технику, которая может быть повреждена либо потеряна в ходе боевых действий, которые они нам предоставляли ранее, чтобы этот процесс не останавливался, вот это самое важное. И напоследок странные G7 заявили о том, что они нам предоставят гарантии безопасности. О каких гарантиях может идти речь? Я скажу, что я вижу гарантии, во-первых, я, скажем так, поклонник того, чтобы гарантии были зафиксированы в рамках двусторонних или трехсторонних соглашений, которые должны быть артифицированы парламентом, это должны быть договора, которые носят обязующий характер для сторон. Обязательства должны быть зафиксированы. Но это что касается форм. Но это тоже важный момент, потому что мы, скажем так, у нас есть опыт Будапештского меморандума, нельзя допустить повторно что-то подобное. Второе, есть три элемента, на которых, я думаю, нам необходимо настаивать, есть понимание, я думаю, украинской власти, что они важны. Первое, это предоставление вооружений Украины, то есть зафиксировать период минимум в течение пяти лет, минимум, до окончательного вступления Украины в НАТО, например. Второе, это предоставление финансовой помощи, в том числе для содействия на проведение реформ, которые приведут Украину в НАТО. И третье, это взаимные проекты в оборонно-промышленных комплексы. То есть мы должны выйти на рынок ИЕС, что достаточно сложно, на наши оборонно-промышленные предприятия пытаются это сделать. И второе, предприятия Запада должны приходить к нам, и мы совместно производить вооружение, которое потом ставится на вооружение в наши войска. Пример Рейнметала, пример Байкар Макины, пример Байкар Макины, Британская, которая думает над размещением производства в Украине. Это важно. И это успешные кейсы. То есть чем больше у нас будет таких инвесторов, тем быстрее мы будем в НАТО. И тем более действенными будут для нас и большими пакеты помощи. Синхронное действие. Опубликованное заявление или комментарий для CNN руководителя компании Рейнметал о том, что через 120 дней в Украине будет производство развернуто танков и бронетехники немецкой. И тут же решение о предоставлении двух пусковых установок Пэтривот от Германии. Все синхронно. То есть вот эта демонстрация, это пример, как это работает. Вот те гарантии, которые я вижу. Будем посмотреть и очень надеемся на положительные гарантии. Вы знаете, очень много ожидалось от НАТО. Лично я ждала чуда. Чудо не произошло, но верим в лучшее. Мы нация, которая готовится к худшему, но верит в лучшему. Александр Мусиенко, военэксперт, был с нами. Друзья, вы смотрели канал Политбюро. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, также пишите темы, которые вы бы хотели услышать в обсуждении. Меня зовут Дина Бернацкая. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова